Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. Из-за сильных осадков в Западной Армении были закрыты несколько дорог. Святоич Миатин обращается к международным организациям с призывом спасти армянские памятники в Арцахе. Исторические особняки Мардина в Западной Армении привлекли внимание иностранных инвесторов. Главная задача Турции – избавиться от армянского вопроса Сароса Роян. Общественный центр СОВАТЭК реконструирован. Сегодня годовщина смерти героина Сосе Майрик. Сотрудники Ванского территориального управления Западной Армении работают над открытием дорог, закрытых из-за снегопада на прошлой неделе. Произошло множество дорожно-транспортных происшествий. Рабочие провели активные работы по уборке снега на перевале Курубаш по дороге Ван-Хакали на высоте 2025 метров и перевале Карапет по дороге Ван-Бахчи-Сарай на высоте 3000 метров. Круглосуточные работы по уборке снега продолжаются. Недавно власти Азербайджана выступили с очередной антиармянской инициативой. Согласно заявлению министра культуры, в Азербайджане сформирована рабочая группа специалистов по афганской истории и архитектуре с целью устранения ложных следов, оставленных армянами из тех называемых афганских религиозных храмов. Первопрестольный святой Чмеатин решительно осуждает инициативу властей Азербайджана, называя ее антицивилизованным актом. Армянская принадлежность христианских святын Арцаха, перешедших под контроль Азербайджана, является научно доказанным фактом. Первопрестольный святой Чмеатин обращается ко всем странам, вовлеченным в урегулирование арцахского конфликта, в первую очередь к странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ, предотвратить подобное проявление вандализма. Исторические частные дома города Мардин в Западной Армении оказались в центре внимания иностранных инвесторов. Исторические особняки Мардином, богатые мультикультурной мозаикой, реставрируются под отели, рестораны и бизнес-центры. Сачкин Аджар, владелец компании по реконструкции, говорит, в этом районе есть разные мозаики – еврейские, армянские, ассирийские и мусульманские. Каждый народ оставил свой след на каменных надписях. Например, на многих домах в первые годы, отмечен по-армянски, они здесь жили 75-80 лет. И теперь мы расширяем возможности иностранных инвесторов. В эфире телеканала «Западная Армения» политолог Сароса Роям проанализировал проводимую Республикой Армении и внутреннюю и внешнюю политику. Он сосласал на признание геноцида, совершенного против армян президентом США, что, по его мнению, перемешало карты Турции, так как администрация Трампа была к ним более благосклонна. Он также рассказал о недавних событиях освобождения армянских пленников и возвращения в Армению, что, естественно, имеет политический контекст. В какой-то степени это компромисс с точки зрения Алиева. Он уступает 8 военнопленных, чтобы получить французские инвестиции. При поддержке Армянского медицинского фонда Америки, Всеармянского благотворительного союза Швейцарии и благотворительного фонда Туфенкян был восстановлен общественный центр села Цоватех Мартунинского района Арцаха. По словам главы общины Самвела Абрамяна, общинный центр располагался в здании бывшего сельсовета. На страницах истории освободительной борьбы армянского народа гайдуйское движение занимает особое место. Представителями этого движения были Ахпюр Сароп, Гыра Иран Траник, Геворг Чавуш и другие. Ахпюр Сароп сражался с врагом не один, а со своей женой, героиней Сосе. Соса Майрик родилась в 1865 году в Западной Армении. В 13 лет она вышла замуж за известного фидаист Сароп Ахпюр. Соса Майрик принимала участие в гайдуйских войнах, за что народ прозвал ее титулом Майрик. После битвы при Бабшене в 1898 году она вместе с Саропом укрылась в Сосуне. В 1899 году 2000 турецких солдат и Куртова садили деревню, где укрылись Сароп и его семья с 12 фидаицами. Муж Сосе, сын и братья Саропа погибли в неравном бою. Соса, взяв ружье мужа, храбро сражалась и была ранена. После Сосунского восстания 1904 года Соса Майрик перебралась в Ван, затем на Кавказ. Ее второй сын Самсон был убит в Карине во время резни. Соса Майрик умерла 10 февраля 1953 года. Далее для вас армянская народная песня. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok